МИСТИКА ТАЙНЫ ЛОЖЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВО Здравствуйте, меня зовут Александр Машко. И чтобы сразу не водить вас в заблуждение, я хочу вам рассказать о том, что таинственные вещи, необъяснимые вещи существуют. И прямо здесь и сейчас я вам это докажу. На самом деле я полностью голый, у меня нет левого глаза и я лыжный. Вокруг меня одни коровы и я на лугу. Но необъяснимые вещи существуют, дорогие друзья. Эта передача не объяснима на факт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Издавна люди слагают легенды о том, какие страшные звуки издает этот дом. Недавно сотый человек покончил жизнь самоубийством. Местные жители пытались уничтожить дом подручными средствами. Но чтобы они в него не кидали, все возвращалось обратно. Все наши операторы погибли смертью храбрых. Схватки с необъяснимым. Но остался один. Один! Олег. Олег Бесстрашный. Олег. Олег у нас сейчас на связи, на проводе, так сказать. Сейчас мы с ним свяжемся и попытаемся узнать, что он разузнал на месте. Да-да, Саша, Саша, я вас слушаю, да? Да-да, мы уже практически на месте. Мы уже рядом. Тут скоро мы подойдем уже к дому, к дому. Тут ужасно на самом деле. Уже слышны какие-то звуки. Ну, в общем, до связи, Александр. Как подойдем, я вам сообщу. Все, до связи. Связь, передача информации на расстоянии. В общем виде система связи состоит из оконченного оборудования источника и получателя сообщения и устройств преобразования сигнала. УПС, ЦАБИ. Александр, Александр, мы тут, мы рядом. Рядом дом. Стар звука. Пойдемте тихонечко, тихонечко, без звука подойдем. Вот, уже слышны первые звуки из этого дома. Мне кажется, что они далеко не приятны. Давайте подойдем поближе и послушаем. В этом доме мы обнаружили страшное лохматое чудовище, исполняющее эти звуки. Наша программа единственная, кому удалось уйти непостриженными и живыми из лап этого существа. Мы передали это дело в ДПС. Совет вам. Да любовь. Действительно интересный сюжет. Показал нам Олег, Олег. Думаю, это вас пролегло в шок. Ну, чтобы подвести точность момента, давайте узнаем у специалистов, что они об этом думают. Я ученый. Я Федор Васильевич Збрей. Федор Васильевич Збрей. Звуковик. Не ест фасоль, не женат. Брею ноги, руки. Не трогай грудь. Я люблю коров. Люблю слушать звуки. Однажды проводил эксперимент. Да, действительно достойный сюжет. Достойный специалист. Но у нас есть еще один. Послушаем мнение еще одного специалиста. Так вот, однажды я проводил эксперимент. Если кому интересно, он был со звуком. Я взял лопату, ежа, зубную пасту. Направился в баню. Прямиком в баню. Ну вот, захожу в баню. И хватит на этом, да. Да. А у нас в только что придуманной рубрике, которая была только что придумана, это необъяснимо, но факт. Присылается видео. Разные, интересные, необъяснимые. И вот, дровосек, из какой-то там деревни, прислал нам видео. В этом видео он утверждает о том, что он имел контакт с инопонятянями. Причем имел прямой контакт. Давайте узнаем. Ведь интересно. Зинаида! Ладно, сука, перво, б***ь. Буду сам. Я, Микола. Я из деревни Топоровка. Микола. Рубин. Я и мой топор, мы дровосек. Я рублю дрова. Недавно, б***ь, иду по улице, б***ь, смотрю луч света, б***ь. Меня как-то зайдет, б***ь. Я только думаю, нихуя. А тут, на, б***ь, маленькие зеленые человечки. И я давай рукой махаю, б***ь, по своим инструментам, б***ь. А ты когда посрелся, б***ь, я схватил, б***ь, смотрю. Говно, б***ь, это понятянское. Че делать? Самое главное, что необъяснимые вещи случаются с каждым. Будьте аккуратнее, ешьте картошку, не трогайте пылесос. Это была передача «Необъяснимый, но факт» и с вами был Александр Машко. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok